Ну что ж, спробую фокишу. Звучайная функция. На 300 метров. Зараза. Звучайная функция. 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 Ствол довольно толстый. Агрессивный ДГК, установленный с контргайкой. Звучайная функция. 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 Это просто спалить патроны, как на меня. Честно говоря, я уже так трохи примирялся. Для меня очень далеко стоять прицел. Мне нужно тянутись до него, потому что прикладу не хватает. У меня появляется цельная и плохо видно. Но близко и не можно тут тримать око біля этого прицела. Потому что отдача должна быть такая, я думаю, суттєва. По патронам я вам немного расскажу. Сколько есть FMG. Это Hornady, как видите. Это обычные мысливские набои. Также есть такие Hornady 50 BMG Ammunition. Это АМАКС набои. Это с такой кулой. Это, по сути, матчевые набои. И один где-то затисался. Бронобейно-запалювальный набой. Как видите, у него червоный нос. Червоный и серебристый нос. Это мы попробуем по плите. Стрельнуть на 100 метров плита будет с манекеном. И где-то на 300 метров, возможно, там еще стоит плита. Можно попробовать еще на 300 метров стрельнуть. Главное – влучить. Я просто еще ни разу не стрелял. Треба понять, как стреляет сама гвинтинка. Далее будет уже видно. Сейчас попробую немного ближе вам показать, что до чего как. И далее перейдемо до стрельбы. Давайте немного посмотрим, как выглядит затворная группа в середине. Для этого нужно открутить болт внизу на тильник. И выкрутить один болт на рукоятке, за которую держится в затворе сама рукоятка. Все сделано из труб листового металла. Все на сварювальне. Даже вуха, на которых держится ловер. Вуха приварена. Причем не полностью обварена из всех сторон. А только спереду и сзади. Я думаю, что конструкторы знали, что делали. До речи, забыл сказать, что автор и конструктор этой гвинтинки – Марк Сербо. Американец. И это версии, я так понимаю, два. Потому что первая версия была в сербе-1, где вообще затвора не было, а просто закручивалась гайка. И была такая открыта дылянка, где просто курок бил по ударнику, который в эту пробку был вставлен. Можливо, кто-то видел это видео из этой версии. В сербе-1 стрелял блогер американский. Кентукки Баллистик или Кентакки Баллистик. Называется его канал. Ну, он там трошки пошкодился, после того, как стрельнул. У него просто разорвали всю гвинтинку, там пошкодили ему частину обличчя. А стрелял он набоями спецеальными для кулемета, тобто підкаліберні патрони з підкаліберною кулею, которая находилась в пластиковом спецеальному піддоні такому. И называются эти набои «Слеп». Просто никакой из виробников не радует из гвинтинок стрелять такими набоями. А он сделал несколько пострелов. В один прекрасный момент, как-то говорят, оно ему вдячило так не очень хорошо. Ну, из этой гвинтинки тоже не можно слепыми стрелять, так же, как из М-82 и других. Поднимаем утильник и достаем вот такой носильный затвор. Он, кажется, как всегда у меня все попадало. Затвор тоже сделан из шмотка трубы, и передняя часть выточена и вот здесь обварена. В середине подпружиненный, до речи, ударник. Ось тут ударник в середине. И через этот фигурный отверт, можно так сказать, когда затвор повертаешься, то тут курок працюет, бьет по ударнику. Ось ударник, я сподіваюсь, будет видно. Ось я на него натискаю, а вот так он спереду виходит. Тут у нас схоже на передню частину зеркало затвору, как у Р-15. Едине, что тут всего два бойового упора. Эжектор и экстрактор. Підпружинені. Причому тут довольно так цікаво зроблено. Экстрактор не так, как у Р-15, який довгий и пружиненный. А тут пружина, виходить у него, тримает каким-то хитрым способом в середине. Ну, не будемо зараз тут лезти. Ось тут внизу видно штифт, який экстрактор тримает. И таким чином затвор, когда доходит до определенного места, то экстрактор выштовхивает гильзу, и она вылетает просто в окно с боку. Я не буду зараз играть с патронами, нестрелянными сюда ставить. Можливо, как будет гильза, я попробую поставить вам показать. А в принципе, такий от масивный затвор. Ну, это, как я сказал, просто труба, вставлена в другую трубу, вварена. И там в середине, как закреплено ствол, честно говоря, мне довольно интересно, если нужно ствол снять, ремонт какой-то, как оно все разбирается. Воно тут все обварено, и не видно никакого места, где тут ствол как держится, или он обваренный просто в трубу. Довольно интересно. Честно говоря, честно говоря, вот это, что я сказал, два вуха, которые приварены тут. Так же много, что приварено до трубы переднего вуха для установления сушек. Так же, как и приваренный П-подобный профиль, на котором установлено планку Пикатинни для установления уже оптичного прицел. Тут тоже задняя часть приварена, где из листового металла сделан тильник, на котором мягкий материал доволен. Ну, увидим, как оно будет по ощущениям по отдаче. Все эти вуха, все приварены до трубы, особенно не парились. Ну, я так понимаю, что все воно працюет, себе зарекомендовала, потому что в Штатах за этой гвинтой просто реально стоять черга. Так, трошки надо повернуть, чтобы установить назад рукоятку. Тут внизу видно фигурный вступ вот такой, чтобы правильно ее спозиционировать, как нужно установить. И таким чином ставится она на место. С другой стороны, просто сквозной через трубу идет рукоятка, как видите, и она просто с другой стороны входит. Тут сделана фасочка, не фасочка, а виточка для того, чтобы она стояла в трубе и не перекошила ее. И, естественно, малесеньким гвинтиком просто прикручивается. Вот как все это так працюет. Прикручивается гвинт, все, рукоятка у нас закреплена. и далее вкручивается гвинт, который держит пильник на бене. на бене, на бене, на бене. на бене амакс и макс с серебристыми носок, двух раз подten до стреление. У них есть бронебегистинка и ены гвинт можно гвинтинам Because Это тоже, кажется, Горнадий набой, обычная куля ФМГ и один кулеметный патрон, который мы не будем стрелять. Как я говорю, в него один, чисто так, для красоты показывают. Одну штуку, в сенсу, не могу витрачать. Тем более, что он тоже ФМГ, хотя, возможно, в середине есть какой-то додатковый сердечник. Это обычные мяки-кули, как видите, они немного выпалены. Ни мы попробуем стрельнуть, ну, это, наверное, я попробую стрельнуть на 300 метров. Также ФМГ мы стрельнем в плиту, которая будет принимана до баклажки с водой. И бронебейно-запалювально стрельнем по плиту, которая будет принимана до манекена. Подивимся, если будут какие-то заперешкодные травмы в ней. Ну, такие невеличкие. На сегодня запас по стрелу. Ну, что ж, попробую поки-шо звичайный МФМГ. На 300 метров, сразу. В гонах. Готовый. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пролетит все-таки... Продолжение следует... 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 Так, плыту разобрал. Камеру, сподіваюсь, не розібрала. Так, що тут у нас? Шмютки, ось влучання. Бачиш, я трошки далі вправо цілився, а воно пройшло все-таки вліво. Значить, тут дійсно ось сюди я цілився, ось сюди пройшло. Ну, не пробило. Не пробило 50-му. О, гаряченькі. Тут, може, і куля десь палять? Ні, я її розбила, мамось. Я звичайний ФМЖ, ось, 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 так, її роз... Ні, то було. Її розплющило, розошлось, вона відірвала захист. Ну, це що, це войлок, звичайно, нічого не було. Ззаду. Ніфіга. Так, манекен у нас перевернуло. Порвало само собою. Є трохи поранення. І ось тут вмяло все. Ну, короче, рибрам тут амбо. Весь лівий бік. На спині, на жаль, нічого. Як минулого разу, просто так шмат відкрився пластику. Ну, там невідомо, скільки піску було. Бо зараз піску так трошки тільки внизу. І, тобто, воно не передавало зусилля. А ось і кулю, кажуть хлопці, знайшли. Коротше, в неї сама оболонка мідно розбилась, а сердце лишилось. Бачите, це той, наче як ФМГ, але всередині тут гарячий, як сердечник. Так, ну, можна ще доньця подивитися. Це ФМГ звичайник з сердечником. Це Безиха з червоним капсулем. Як бачите, два рази й ними бахну. І це у нас, що? Звичайно. А де гильза від Хорнаді? Я біюсь його знаю, якщо чесно. Ну, як так кажуть, на солодке. Бронобійно-запалювальний. В плиту. На 100 метрів. Готовий. Вдяки, дим пішов. Розвернуло плиту полностью, так? Пробило, пробило. Вдейди, будь ласка. Давай, повертай его, чтобы видно было. Вот у нас плита стоит, как я сказал, посмотрите, и сертификат, ось пробитие. И с правого боку наскрізный. Тобто, бронебийно-запалювальний, и подпалива хорошая. И кто за бронёю был, тоже, как видите, загорело, интересно. Причём, такой хороший, хороший. Penetration. Ну и ещё эксперимент. Безехой пробивает плиту, но мы поставили плиту теперь под кутом 45 градусов. И спробую ещё такой вариант. Стреляю. Пит-45. Пит-45. Ну ась така самозарядна гвинтівка 50-го калибру сербу BFG 50. Постреляли на 300, на 100. Не знаю, чи виживу я після цього. Як у меня після Ксюхи были проблемы с судинами. То что будет с этого? У меня уже голова не соображает. Просто така отдача. Честно говоря, если у вас какие-то проблемы с судинами в организме, то лучше, мабуть, с такого не стрелять. Ну, надеюсь, что я выживу. И если вы это видео увидели, значит я выживу. Все. Дякую за увагу. Подписывайтесь на канал. Делитесь посиланиями на видео на канал. Ну а хто хочет меня поддерживать, то эти посилания будут под видео в описании. А хто хочет стать спонсором по патронам, то тоже выкро. Все. Все будет Украина. Дякую. Бувайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому интересно, вот сердечник от армейского FMG. Ну правда, какой он FMG, если в середине вот такая столевая фигня. Вагою почти в 50 граммах лежит. Можем разыграть кому интересно. Да. Я не хуже, а не мимо. Один. Попап! Попап! В нижнюю мишень, да? В нижнюю мишень, да? Вторая пара! Можно ее сходить. Ах-х! Тип-такс, что-нибудь без него 해요. Может, придется ездить? Вот, вот, ого... Ось плита, которая осталась от стрелы из 50 БМГ, сейчас она перевернута, как глава грудного гонга используется. Это, конечно, был ФМГ на 100 метров, это бронебойно-запалювальный из 50 БМГ, а это было влучение, когда эта плита под кутом 45 градусов лежала біля манекена, просто треснула и выломал шматок. На это еще хлопцы стреляли обычными ФМГ, ну и обычными 7,62 и так далее. Так что здесь такие вот пошкоджения были в ней минулого раза, весь защит, звичайно, покоцало. В целом, ну тут заперешкодная травма просто страшная, так что при влучении 50 БМГ в лютину, навіть в таком оброне, который выдерживает все равно там, ну, гидроудар, как так говорят, внутренних органов и до побачения. И до побачения.